Павел Лакейчук, руководитель военных программ Центра глобалистики, стратегии 21, с нами на связи. Павел, приветствую вас. Добрый вечер, слава Украине. Героям слава. Павел, как раз эту тему сегодня предлагаем в очередной раз, на самом деле, для обсуждения. Получается так, что без мощного фактически флота Украина смогла уничтожить треть кораблей Черноморского флота Российской Федерации, а остальные все-таки согнать Новороссийск. Можем ли сегодня мы считать, что Украина есть преимущество в Черном море, в море, если говорить, да, и что, не имея все-таки мощных кораблей, мы москвитным флотом, все-таки треть Черноморского флота Российской Федерации, уничтожили, а большую часть все-таки загнали в Новороссийск. На самом деле, они же не отошли. Это все-таки благодаря тому, как действуют вооруженные силы Украины. Им пришлось, пришлось отойти. Ну, на самом деле, главное не количество уничтоженных кораблей противника, а то, что они уже не могут выполнять задачи, которые перед ними поставлены в ходе широкомасштабного вторжения войны против Украины. Россияне с позором вынуждены были бежать из северо-западной части Черного моря сначала, дальше от берегов Крыма, в Новороссийск. И сейчас, после того, как украинские морские дроны продемонстрировали, что они могут догнать врага, и там, когда был Оленигорский горняк поврежден на внешнем рейде Новороссийска, были несколько операций еще по проникновению в Новороссийскую бухту, россияне прячут остатки своего флота еще дальше. Собственно говоря, две смены уже командующих Черноморским флотом, смена командующая военно-морским флотом свидетельствует о том, что они не могут выполнить те задачи, которые ставит перед ним военно-политическое руководство страны. Но говорить о том, что мы имеем превосходство в Черном море, ну это не совсем правильно. Россияне не имеют превосходства. Но, к сожалению, кроме флота есть еще для малого театра авиация, ну и, к сожалению, большую часть моря россияне продолжают контролировать авиационным способом. И удары по Крыму, которые переместились в военно-морских баз, преимущественно на аэродромы противника, тому свидетельство. Павел, а если говорить о Базовском море, туда отведены пусковые корабли калибров. Позволяет ли акватория этого моря вообще использовать его в таких целях? Оно мелкое, как они там? Ну, к сожалению, позволяет. А там глубины не такие, чтобы корабли не ходили. Там ходят даже танкеры, балкеры, контейнеровозы, трафик из Азовского моря в Черное и дальше на выход очень активный. Действительно, этого следовало бы ожидать. Дело в том, что понимая, что они не могут применить силы ни из восточной части Черного моря, ни из западной. Россияне пошли на разумный ход. Для охраны Крымского моста была создана большая группировка сил и средств, которые усложняют его поражение. А Крымский мост, он идет поперек Керченского пролива. Фактически, защищая Крымский мост, они защищают с моря, акваторию Азовского моря, окруженного оккупированной территорией со всех сторон. Ну и вот в начале месяца ряд кораблей было переброшено туда. В том числе, малые ракетные корабли, носители калибров как раз. И большие десантные корабли Балтийского и Черноморского флота. Очевидно, для проведения мероприятий боевой подготовки. Но это говорит о том, что они могут использовать и теперь внутренний Азовский маршрут для перевозки большими десантными кораблями грузов напрямую от Тамани, от Темлюка-Ейска до портов наших оккупированных, Бердянска и Мариуполя. Это минус. Что касается применения малых ракетных кораблей, они уже продемонстрировали, что они оттуда наносят удар. Там, кстати, есть определенное преимущество. Азов ближе к целям, как крайне мере, километров на 100-150 на территорию Украины. Но россияне не учитывают того, что не только морским путем можно до них добраться. И возмездие ждет. Первый корабль, который был уничтожен в ходе этой войны, потоплен силами обороны Украины, был не крейсер Москва. Это был большой десантный корабль «Саратов» в порту Бердянска. Два других больших десантных корабля были серьезно повреждены. Тогда этот удар был нанесен точкой у нашей баллистической ракеты. Кроме баллистики, кроме атакмусов, мы имеем и крылатые ракеты, это и «Штормшедо», «Скальп», и это наши легендарные «Нептуны». Пусть ждут. Вы знаете, вот «Форбс» тоже в очередном своем материале написали о том, что, я цитирую дословно, «Украина уничтожает новые ракетные корветы Черноморского флота Российской Федерации быстрее, чем россияне их строят». Вот такая вот история. Ну, такой, знаете, скажем так, тезис можно найти не только в этом издании, а многие об этом писали, и СМИ писали об этом как раз после того, как был уничтожен новый российский корабль «Циклон», после этого как раз тоже многие об этом стали говорить. Поэтому «Украина действует так, какие возможности есть, реализовывает». И как раз вот то, как начала действовать Украина какое-то время назад в акватории Черного моря, да, используя и морские дроны, мы можем часто вспоминать, да, вот это название многим нравится, я знаю, наши зрители писали название такое хорошее «Си Бэйби». Да, вот многие запоминают название, и потом, как только мы какую-то информацию озвучим, что что-то случилось в акватории Черного моря, очень многие, да, ищут, ищут, что же использовала Украина, «Нептун», либо же «Си Бэйби», либо же еще какие-то варианты и так далее. Ну вот отогнали они, да, свои, вот то, что осталось. Хотя я думаю, вот Павел, тоже так не стоит. Я думаю, что там еще кое-что осталось, судя по всему, да? Ну, в Новороссийске судов осталось достаточно много. Дело в том, что это большой морской порт, нефтяной порт, навалочный порт, контейнерный порт. И в нем россияне разместили вот геопорцию, военно-морскую базу. Поверьте мне, что русским военным не рады в Новороссийске сами жители местные. И местные жители, и местный бизнес, бизнес со всей Украины. Новороссийск один, ну, пожалуй, единственный незамерзающий порт Российской Федерации. Такая, последняя его надежда. И военная там совсем ни к чему. И поэтому их там не очень привечают. Это не украденный Украины Севастополь, где можно было чувствовать себя хозяевами положения, такой себе собакой на сене, знает. Ни сам, ни гам, ни другому не дам. Нет, ситуация совсем другая. На восточном побережье. Поэтому они и говорят о возможности, например, создания пункта базирования в Ачамчире или еще где-то в Сухуме. Лишь бы не у себя. Путин потребовал защитить флот от дальнобойных ракет после потери последнего ракетного корабля в оккупированном Крыму. Об этом пишет Moscow Times. Якобы это указание он дал на днях на совещании по вопросам кораблестроения. Также Путин потребовал от Минобороны представить доклад о долгосрочной концепции развития военно-морского флота. И в этой связи хотел вас, Павел, спросить. Вот что они могут сделать? Как исполнить это поручение? И если вспомнить, что про кораблестроение там была речь, есть ли потенциальная возможность создать верфи на побережье Азовского или Черного моря и там собирать военные корабли? Вообще, в принципе, это возможно? Ну, распоряжение дать можно, а выполнить его сложнее. Ну, что можно россиянам посоветовать? В принципе, вот они уже придумали, как сохранить свои подводные лодки. В Новороссийске, в Геопорту они делают подводные лодки притопленными возле причала, когда вот душная тревога, они их затапливают полностью, дабы, не дай бог, по ним не попали украинские морские дроны. Ну, собственно говоря, тоже можно сделать с надводными кораблями, перевести их в подводное положение, и тогда у нас потребностей их уничтожать будет значительно меньше. Это шутка, но вариантов спастись у россиян я вижу мало. Что касается наращивания производства, ну, тут наоборот. Вот, они будут переносить ремонтную и строительную базу как можно дальше от театра военных действий. До широкомасштабного вторжения Черноморским флотом опиковался, занимался преимущественно Зеленодольский завод в Татарстане, который строил корабли, потом они по угадону через Азов перегонялись в Черное море. И для того, чтобы продемонстрировать загруженность оккупированных и украденных у Украины предприятий говорили о строительстве и достройке этих судов на крымских предприятиях, на Керченском заливе, на Феодосийском море. Но после прилета, после того, как на достройку был поставлен малый ракетный корабль «Аскольд» возле Керченского завода, туда прилетела по нему ракета, больше таких экспериментов россияне не проводят. Вот, и производят строительство и ремонт кораблей, строительство кораблей в Зеленодольске без особой помпы. Что касается ремонтной базы в Севастополе, ну, ее возможности тоже сокращаются благодаря эффективной работе наших средств поражения. Я напомню, Севморзавод, который украден, и тоже Украина, который был назначен главным судостроительным, судоремонтным предприятием Черноморского флота. Прилет по Севморзаводу, по Сухому доку, там были уничтожены подводная лодка и большой десантный корабль. Ну, это очень классно, но еще класснее то, что был выведен из, перестал функционировать морской, сухой док заводской, один из самых больших доков на Черном море. То же самое ждет и 13-й завод, это старейшее предприятие Черноморского флота, основное на самом деле, где еще ремонтируются корабли. Вот когда вы спрашивали, что-то у них в Севастополе осталось. Ну, что-то осталось. Это преимущественно те корабли, которые повредили наши силы обороны, наши морские дроны в том числе, и которые ремонтируются в 13-м заводе. А я хочу как раз у нас еще есть пару минут, Павел, спросить о возможностях Украины. Да, я не случайно вспоминала морские дроны, а вот тут вот их арсенал пополняется новыми вариантами. Новый украинский морской дрон в середине июня показали в Одессе. На Черноморском форуме безопасности 2024 безэкипажный катер под названием «Сталкер-5.0», длину 5 метров, более метра в ширину. Дальность схода нового украинского морского дрона составляет 600 километров. На него можно установить боевую часть массой 150 килограмм. Беспилотник может разгоняться до 75 километров в час. «Сталкер-5.0» оснащен системой видеосвязи и управления на основе «Старлинк». В специальном отсеке можно перевозить продовольствие, воду и военные грузы для украинских защитников, которые обороняются на островах и различных участках побережья. Стоимость одного такого экземпляра около 60 тысяч евро. Я так понимаю, это еще одна новинка, которая сегодня как раз поможет очень серьезно силам обороны Украины, вооруженным силам Украины. Ну, безусловно, по мере развития тактики применения наших морских дронов, они совершенствуются, модифицируются по группам функционально. То есть уже есть среди них в группах и средства ПВО, и средства постановки мин, и средства для нанесения ракетных ударов по суше. Но этого считается недостаточно. Вот «Сталкер-5» это и по внешнему виду, и по тактико-техническим характеристикам новый вид морского дрона. Не дрон открытого моря, а как раз дрон, предназначенный для работы в устье Днепра, в Днепробузском лимане, где ведутся серьезные бои наших защитников от врага, который лезет к Днепру. Ну, и вот там крайне необходимы сейчас именно безэкипажные катера, которые для перевозки грузов на острова, на крынки, на левый берег. Потому что доставка грузов на лодках, пилотированных судах, это риск для людей. Безэкипажные суда здесь тоже будет прорыв. Спасибо вам огромное, Павел. Обязательно увидимся. Еще ряд тем предложим для обсуждения нашим зрителям. Павел Лакичук, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегии-21» был с нами на связи. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.